Новые формы укрепления побратимских отношений обсудили на круглом столе, участниками которого выступили руководители делегации семи городов и районов побратимов городского округа Щёлково. Инициатором встречи выступил наш совет депутатов. Формат побратимства особенно востребован сегодня, на сложном этапе межгосударственных отношений. Городский округ поддерживает дружественные отношения с 11 городами и районами. Подписан договор о будущих побратимских отношениях с Нижнекамским муниципальным районом Республики Татарстан. В последние годы мы наблюдаем значительное расширение форм сотрудничества в сфере образования, культуры и молодёжной политики. В 2019 году было проведено 7 крупных мероприятий с участием делегаций из городов побратимых. Самое важное для округа международное мероприятие – фестиваль спорта и искусств международной смены, который проходит в загородном лагере «Юнармеец». Ежегодно наши художники, творческие коллективы и спортсмены выезжают на выставки в города побратимы и организуют их в Щёлкове. Наш городский округ – член Международной ассоциации породнённых городов, которая основана 55 лет назад. Локомотивом продвижения воротимских отношений стал Российско-Германский форум. Воротимские отношения в большей степени строятся на отношениях между молодым поколением, на отношениях между социальной сферой, культура, спорт, образование, молодёжная политика. И, безусловно, в меньшей степени на экономической почве. И причины, уважаемые гости, мы, безусловно, с вами знаем, понимаем. И, конечно же, в этом направлении нужно ещё очень и много наук вместе с вами работать. Мы открыты для общения, мы готовы с вами работать по разным формам и методам. И нам будет очень интересно, если вы тоже принесёте в эту работу свой, безусловно, в план. Метафорически о побратимских отношениях высказался вице-председатель Архийского района. Сам по себе мост, как сказали его, он ничего не производит, но он связывает берега. Нам надо их загружать, эти мосты. Есть очень много работы, и я хотел бы, чтобы мы сотрудничали и в экономической сфере. Побратимы из Градзинского повета Польши поддержали предложение щёлковских депутатов выйти на новый, теперь уже экономический уровень развития отношений. Вместе с Градзинским нет большого бизнеса, но есть много маленьких и средних украинцев. В Градзинском нет огромного бизнеса, но у нас очень много маленьких и средних предприятий, и средних бизнесменов. И я думаю, что они будут очень интересны возможностью связи с с знакомыми и отношениями с своими коллегами, со своим коллегами. За три года, с 2016 года мы подписали, официально подписали соглашение между Грузинским повятом и тогда Щелковским районом, сейчас городским округом Щелково. Проделана такая работа, и она постоянно в развитии. То есть у нас дети приезжают, польские дети, к нам сюда на международную смену в лагерь. Наши творческие коллективы ездят в Польшу, представляют наш район, обмен спортсменами. То есть вот постоянное развитие. Наша задача, чтобы эти мосты были крепкие, потому что Россия, она готова и умеет строить крепкие мосты. Итогом круглого стола стало принятие резолюции. В ней описаны основные рекомендации для органов исполнительной и представительной власти. В частности, органам представительной власти рекомендовано проводить круглые столы, а администрации городского округа Щелково оптимизируют программы по экономическому и культурному развитию. Михаил Налетов, Александр Ржевский, Щелковское телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!